Впрочем, гораздо важнее эмоции и воспоминания. А для этого европейские игры стоит увидеть своими глазами. Билеты на церемонии открытия и закрытия еще есть в продаже. Успейте купить квитки на спортивные соревнования. Вот там уж действительно будет масса эмоций. Кстати, среди покупателей вызывает интерес и самбо. Как раз об этом виде спорта пойдет речь в следующем материале. Вместе с нашим партнером БПС Бирбанком расскажем, кто войдет в состав сборной Беларуси. Дворовские представители самбо давно ждут признания вида спорта олимпийским. Но пока это лишь мечты. Хотя речь о включении ведется давно и подвижки есть. Международная федерация самбо получила признание МОК. В принципе, мы ходим в европейские игры, азиатские игры, центрально-американские игры. Вопрос организационный, сколько времени пройдет до именно ввода в Олимпиаду. Ну, возможно, в какой-то степени это будет уже в Париже. Самбо динамично развивается и медали завоевывать на турнирах становится все сложнее. Пускай и долгое время тут доминируют представители постсоветского пространства, где и зародился этот вид. Крупные международные турниры собирают серьезное представительство. До 90 стран-участниц. География медалей. В 22-23 страны расходятся медали. Это очень много, это хорошо. Сейчас уже конкуренция намного выросла, на самом деле. Она была и раньше, но сейчас страны подтягиваются. Французов, болгары традиционно, греки. Сборная Беларуси конкуренции не боится, так как задает тон в мире самбо. Наши спортсмены – одни из самых титулованных. Например, Татьяна Мацко. Девушка в топе уже пятый год. За это время выиграны три чемпионата мира, четыре Европы и первые европейские игры в Баку. Или Степан Попов. Тоже выиграл золото Азербайджана в 2015-м и там же помог своему травмированному сопернику покинуть ковер. За поступок был награжден престижной премией «Фэйр Плей». Такой же в Беларуси могут похвастать лишь трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь и чемпион Европы по настольному теннису Владимир Самсонов. На первых европейских играх в Баку разыгрывались восемь комплектов наград. Наши представители завоевали семь медалей из восьми возможных. Несмотря на именитость, зомбисты довольно скромны и суеверны. От общения перед важным стартом отказываются. Спортсмен и различные суеверия, они идут рядом. Просто само состояние спортсмена, постоянное напряжение. Организм так, наверное, устроен, что вырабатывает какие-то свои психологические установки и какие-то моменты, которые помогают настроиться на борьбу, успокоиться. Заклинивать что-нибудь, носок подтягивать или вещи куда-то нужно положить. Тебе кажется, что это тебе поможет. Но если здраво посмотреть на это, то на самом деле эти мелочи, они могут только помешать. А вот что наверняка может сбить с пути, это травмы. Самбо, как и любой вид единоборств, чреват вывихами и прочими недугами. Поэтому на тренировках сборной всегда находится врач, который быстро поставит диагноз и поправит здоровье. Руки висят симметрично. Вот, два пальца слева, два справа. Все, у него симметрично. Значит, позвоночник прямой, без искажений. Но наблюдается, видите, сутулость. Значит, возможно, в тренировке перегрузка была этой точки. Вот так берем. Голова на меня. Голова на меня. И вытягиваем, и вытягиваем. Да, да, да. Еще расслабляйся, расслабляйся. Вытягиваем тебя. Голова лежит у меня на плече. Живот освободил. Услышно было, да? Как она встала на место. Ну вот, расслабился, расслабился. Ну вот, сразу у него шире, видите, уже по три пальца входят. Значит, плечи расслабились. Ну, посмотрим вот так на тебя. Вот живот сразу подтянулся. Видите, ямочки. Трест. И улыбаться хочется. Сборная часто квартирует в стайках. Тут отличные условия для занятий ничто не отвлекает. Подготовка проходит в плановом режиме. Все нормально. Мы сейчас приехали на заключительный сбор. В несколько дней у нас будет основная базовая нагрузка ударная. Вот, и после этого уже подгонка веса, подводка к соревнованиям непосредственно. Мы собираем всех спарринг-партнеров в одном месте. И централизованный режим жизни, режим питания, режим тренировок. Эффективность очень важна. В Минске будет разыграно 18 комплектов наград. В девяти весовых категориях и у мужчин, и у женщин. В Беларусь приедут топовые спортсмены. Предстоят серьезные соревнования, так как участвует восьмерка сильнейших. Был отбор на европейские игры по рейтингу. Из мирового рейтинга выбирались 8 лучших спортсменов из Европы. Соревнования примет Дворец спорта и пройдут они в выходные от 22 и 23 июня. Самбисты могут задать отличный медальный настрой и другим белорусским атлетам.